Я сегодня постарался, у меня хорошая прическа, высокопарные лежат волосы на голове, это значит, что я могу наконец с вами поговорить о том, о сём, если вы не в курсе. Меня зовут Дима Завьялов, я владелец канала, на котором происходит воспроизведение данного видео. А также я основатель мужского бильярдного клуба «Сукно», в гостях у которого вы находитесь. Сегодня, наконец, я смогу ответить на вопросы, которые вас волновали посредством моего участия в телевизионном интервью со старым приятелем, очень хорошим другом, журналистом интернет-газеты «Сахар» Кирилл Кобздецкий. Ваш клуб называется «Сукно». А какое отношение это имеет название к клубу? Здесь некоторые люди могут найти какую-то игру слов. «Ки упал, Дим, ки упал, к тебе ки упал». «Сук»? Нет, но, конечно же, я потом уже как... В общем-то, слово основное, которое имеет место быть в бильярдном бизнесе, это «Сукно», это то, из чего состоит покрытие стола бильярдного, за которым ведется игра настоящих мужчин. Я считаю, что женщинам не место за бильярдным столом, поэтому я их попытался исключить. Да, часто приходится травмировать пальцы, потому что удары у нас порой бывают очень острыми. А почему вход только для мужчин? Я, по-моему, уже ответил на этот вопрос, когда сказал о том, что в бильярд играют настоящие мужчины. Давайте этим ограничимся, сейчас в подробности не хотел бы вникать. А то есть женщинам не запрещено входить в клуб? Пускай женщины знают о том, что мужчины находятся в надежном месте, среди мужчин, хороших мужчин. Можно ли поиграть в бильярд женщинам? В мужском бильярдном клубе «Сукно» женщинам не место. Это первое правило мужского бильярдного клуба. Окей. Второе правило мужского бильярдного клуба «Сукно» здесь произносят «О-КИЙ». О-КИЙ. Дим, вот ты снял много серий дневников сзади. Да. А что в этих сериях для тебя «Сукно»? А что «Сукно» для меня в философском смысле? Ну, я бы сказал, это люди, это такие вот бесноватые персонажи, на которых держатся все повествование. Они и «Сукно». А, Дим, а ты давно столько пьешь? А скажи, кто твои зрители, кто твои подписчики твоего канала? Я понял, да. А в первую очередь твоего канала? Я понял, да, очень интересный вопрос. А я на Ютьюбе, на Ютьюбе канала. Я знаю, что их не так много, но я, наверное, могу определить, кто эти люди есть. На Ютьюбе есть. Есть и молодежь, и ребята, которые учатся в Макаровке, в Академии художеств, и в Институте технологии сохранения связей, и в Староправинском университете достопочтенном, в котором учился мой практически нет. Кирилл, я тебе предлагаю присесть, потому что ты все время стоишь в этой колонне и отморозишь себе и яички. подвинь табуретку просто окей с чего все началось почему ты решил начать снимать дневники так смешно видеокамера она буквально приклеена была к моей руке и всегда все время и когда мы с ребятами тусовались ребята у меня очень знатные тусовщики петербургские друзья мои я все время думал о том как бы почему почему мы оставляем эти моменты какие-то веселые моменты в памяти но не оставляем их на пленке жаль что это произошло слишком поздно когда мы уже повзрослели потому что если бы это случилось несколькими годами ранее это было бы гораздо веселее чем и видео на youtube выкладываешь но я сначала думал о рутью потому что мне оказался платформа гораздо более при при приятнее для тебя камера с пленкой как сам процесс есть какой-то я понял я понял да я использую пока что пленочные материалы потому что они мне кажется наиболее надежные флешка это внутреннее виртуальное файлы файлы фамидау где вы больше заработаете на бильярде или на видеокамере с каждым твоим вопросом кирилл я понимаю насколько это становится все менее менее интересно то есть либо ты хуево подготовился сегодня либо ты испытываешь ко мне какие-то такие посредственные чувства ты же мой друг давай мы с тобой сделаем запишем хорошее искреннее интервью человек журналистики я кирилл как детский я всегда готов ну поэтому давай задавай задавай вопросы которые будут раскрывать мой в жопу персонаж но и но давание какие-то без этого сухостоя блять но пожалуйста дима удается когда-нибудь на скандалах зарабатывать я никогда не с не создаюсь скандала вокруг себя скандал скандального человека найдет всегда я я человек миролюбивый и мне и мне все это не нужно хорошо дим а я только на табуретке но бы стал сидеть портная стану да пожалуйста как тебе удобно кирилл главное чтобы тебе было хорошо украшу дим а вот у вас мужской клуб скажи когда-нибудь случалось так что вдруг кто-то захотел другого мужчину прямо на бильярдном столе и в общем такие прецеденты были как бы гейского характера знаешь после твоих слов просто захотелось обеззаразить это помещение нет никакого гейства ничего такого подобного здесь не приветствуется здесь просто собирается настоящий мужчина который любит хорошо есть и время любит друг друга по-мужски но не теми параметрами которыми ты описал до 1 а кто занимается работаем твоим видео логом видео влогом ты сказал правильно видео блогом видео влог видео влог нет такого в этой уже есть видео лог это как бы часть от блога поэтому это влога но что что здесь в этом непонятно как где ваши эти журналистки все хера не разбираетесь короче я работаю с одним и тем же человеком уже на протяжении 20 до 20 но почти 20 лет его зовут дима тоже дима мошкович очень техничный видеомонтажер надо прекрасный оператор дима тебя много фанатов и планируешь ли ты встречи со своими поклонницами девчонками парнями которые также любят сукно и также любят видео ну вот поэтому то мы находимся здесь в этом клубе я жду всех неравнодушных к моему творчеству тех неравнодушных мужчин прошу заметить да потому что клуб мужской со всеми девчонкой будем встречаться на улице просто дима сколько ты еще будешь монтировать этот бред зачем тебе это